Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим с Вами о ВПЧ онкогенного типа или ВПЧ высокого онкогенного риска. ВПЧ – это вирус папилломы человека, достаточно частый спутник разных половых инфекций. Считается, что именно теми вирусами, которые передаются с половым путем заражено около 10% всего населения Земли. Самыми яркими проявлениями вируса папилломы человека являются различные кандилоны, бородавки, папилломы в области половых органов, в области шейки, матки и т.д. Однако вирусы папилломы человека могут поражать также и ротовую полость, гордаль, глотку, также прямую кишку, область ануса и в отдельных случаях область пищевода. Чем опасны вирусы папилломы человека высокого онкологического риска? Тем, что они, попадая в организм, вызывают деление неполноценных клеток, одновременно подавляя те продукты клеток, которые должны защищать от перехода клеток в онкологические, соответственно, способствуют повышению существенному риску онкологии. Наиболее часто это раньше считалось, что они способствуют у женщин, в частности, рак у шейки матки, рак у матки. Однако, современными исследованиями доказано, что непосредственная связь с вирусом папилломы человека имеет также аденомы, рак предстательной железы у мужчин, и рак полового члена, и онкология в области ротовой полости, и даже онкология в области мочевого пузыря. Все это следствие того, что колонизирует эпителий вирус папилломы человека дает неполноценные клетки и индикации, то есть он стимулирует деление неполноценных клеток, которые непосредственно приводят к онкологии. В частности, условно, все вирусы папилломы человека, на которые берутся анализы на сегодняшний день, их более 600, делятся на низкое онкогенное и высоко онкогенное, но иногда среди высоко онкогенных выделяют еще среднее онкогенное. Основные опасные типы вирусов, это 16-18, наиболее часто встречающиеся в России, также для 31, 33, 35 и т.д. Как я сказал, в большинстве случаев они попадают к человеку через половую путь, причем это может быть и классические контакты, оральные, анальные, вагинальные. Презерватив не полностью спасает от заражения вирусом папилломы человека высоко онкогенного риска, потому что, во-первых, имеется возможность заразиться с окружающих участков кожи, окружающих презерватив, соответственно, и с контактов паховой области. Во-вторых, часто и при оральном, и при анальном контакте также можно заразиться, и при оральном контакте часто презерватив вообще не используется. Кроме того, считается, что вирусы папилломы человека могут передаваться сквозь стенки презерватива, так и имеют очень маленький размер. Соответственно, какие же методы могут использоваться для диагностики вирусов пилломы человека высоко онкогенного риска? Наиболее активно используется это пациоанализ или полигразно-цепная реакция, в ходе которой смотрят внутреннюю структуру, ДНК и типируют эти самые вирусы. Соответственно, есть набор, позволяющий типировать основные 12 вирусов патчая высокого онкогенного риска и 21 тип вируса, куда включается еще и низко онкогенный 6,11, но также 19 вирусов с высокого онкогенного риска входит в данный набор. Важно, что пациоанализ позволяет установить не только наличие данных вирусов, но и приблить концентрацию, что важно бывает для назначения лечения. Кроме того, у женщин берут компакцитологию, это смотрят непосредственно возможности метаплоте, то есть перехода в рак с шейки матки. Одновременно делают дайджин-тест, это также опасная концентрация вирусов как раз высокого онкогенного риска, который в тоннале ставится только у женщин. В ряде случаев делаются различные гистологические исследования уже удаленного материала, как правило, у женщин, которые непосредственно показывают переход в локалкию. Что делается в плане именно лечения? После установки факта заражения вирусом попилого человека высокого онкогенного риска делается концентрационная труба, делается иммунограмма, в которой определяется состояние противовирусного иммунитета и назначается комбинация противовирусных средств непосредственно с теми иммунными препаратами, которые воздействуют как раз на недостающие или страдающие звенья иммунитета конкретно данного человека. Если у партнера, соответственно, не обнаружены такие вирусовы у человека, то есть он еще не заражен, используется вакцина. В большинстве случаев используется вакцина Гордосель, которая эффективна как раз от 16-18 типа и также от 6-11 типа. Эта вакцина вводится, как правило, трехкратно. Если есть какие-то признаки метаплазии, то есть перехода в онкологию, если есть признаки онкологии непосредственно, то производится удаление этих очагов. Бывают случаи, когда вирус папиллома человека проходит самостоятельно. И действительно, в ряде случаев мы не назначаем лечение. Когда это происходит? Когда концентрация вирусов от раз онкогенного типа будет достаточно низкой. В таком случае возможно назначение таких препаратов, как изогринозин и динамическое наблюдение раз в полгода, как за очагами метаплазии, так и непосредственно за концентрацией вируса. В ряде случаев, например, в 20-40% случаев, такие низкие концентрации склонны к самостоятельному излечению. А так, когда речь идет об ислухе в концентрациях онкогенных типов вируса папиллома человека, то такого излечения, как правило, не наступает. И это показания к вышеозначенной терапии. При обнаружении вирусов папиллома человека высокого онкогенного риска Вы можете обратиться в Москву в наш медицинский центр платный КВД. К нас принимают опытные врачи, которые обладают сильными возможностями для диагностики данного типа вируса и для грамотного назначения лечения. Ждем Вас в нашей клинике. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok